Благодаря вам, благовествовавшими Духом Святым, послалом с небес, во что желает приникнуть ангелы. Когда читаешь послание Петра, все время мысль появляется, не мог он этого написать. Даже сегодня человек с высшим образованием выслушает это предложение, один стих, сказать, повтори, о чем написано было, или дай конспектацию его, ничего не скажешь. Откуда у простого рыбака такие мысли? У апостола Павла понятно, раввин, знаток Писания. Вот посмотрим, что он говорит, что кому им открыто? Тем, которые жили в Ветхом Завете, праотцы, которые старались, свидетельствовали, сохранили веру, стремились получить обещанное, и одновременно им было открыто, что вы ничего не получите. Вот вы работаете, все, а зарплаты вам не будет. Вы будете строить, а жить не будете. То есть то, что казалось наказанием, в духовном плане над ними, над всеми исполнилось. И им открыто было, что не им самим это служило, то, что они делали. Я решил с этой стороны посмотреть, тут почему-то никто не толкует это, как в нашей жизни встречается то, что мы делаем, и знаем или догадываемся, а все-таки не нам это. В рассказах встречается такое, старик сажает яблони, а ему говорят, что ты делаешь, да вот яблони, а когда будут они, да лет через шесть. Так и тебе-то жить-то осталось, не для меня, я знаю, что мне не придется уже пользоваться, а это для внуков. А ведь мы многое в нашей жизни делаем, зная, что это не нам послужит. И как они это знали? Духом святым, говорится. А как теперь это открыто? Духом святым. Через кого открыто? Через благовестников. Это Петр все вложил в одном стихе. Благовестники, проповедники, знающие истину Христову, они должны сегодня дать это утешительное слово. Люди как хотят, вот я вложил капитал, чтобы сейчас же мне была прибыль. А не всегда так бывает. Конкретно, мы очень большой заброс сделали в городе. О приглашениях, свидетельства, материалы давали, а результат-то почти нулевой. А почему? Для будущего. Мы не знаем, когда и как это будет. Когда Господь даст этот ответ. Что главное, мы делаем правильно, да, свидетельствуем, да, а иеговисты ходят, а они об этом не рассуждают. Они сеют, и сеют, и самая большая прибыль. Почему? Они самый простой путь открывают человеку. Царство здесь на земле, делать все по стихиям мира, ну, главное не пить, не курить, кровь не проливать. Это не воевать нигде. И от доноров кровь не принимать. Все. Мы должны показать людям истину Христову, и что святые отцы, каноны, некоторые писали неисполнимые, может быть, мы их должны все поставить на место. Что это означает? Притча Соломона, 5 глава, 10 стих. О том, когда человек что-то делает, и не думает, куда это все уйдет. И оказывается, можно работать, даже физическую работу хорошую иметь, и работать на чужой род. А где? Не каждый ответит. Когда муж изменяет жене, а потом элементы высчитывает или там живет, оставляет, чтобы не насыщать силой твоей чужих и труды свои не отдать для чужого дома. То есть люди ради своей прихоти трудятся, бывает десятилетия. Там, может быть, совсем короткое время побыло, а алименты будут платить до 18 или до 16 лет. Не для себя. Значит, в мире это тоже существует. Евангелист Иоанн 4,38 говорит так, слова Христовы. Я послал вас сжать то, над чем вы не трудились. А вы вошли в труд их. Вот некоторые пришли у нас в общину, а они вошли в готовый труд, и вы это должны всегда помнить. Как трудно нам давалась регистрация общины, а еще труднее было созидать. Самый момент, когда мы отдельно стали собираться. Мы работали в Покровском соборе, приводили людей, люди обращались, никуда не ходили. Священники их травили против нас, люди отступали, никого нет. Но ядро, которое зарегистрировалось, помогло общину, все-таки у нас было. Не все 100% пропадали. Господь оставлял остаток Израиля, чтобы через него началось дальше это возрождение. Вы вошли в этот труд, где вашего ничего нет. Как мы этот дом получали, с каким трудом? Конечно, это несколько десятилетий назад, и я не думал об этом, что придется компенсировать суд, решить так. Нет. Но главное, что мы искали, где бы можно было славить Бога, и где был бы порядок. Где выполнить бы, чтобы не было торговли. Мы сильно были против торговли. Чтобы священник заботился об оглашенных изюдики. Мы никак не могли нигде найти. Нигде. А мы искали по всей стране, по всем республикам. Мы нигде не могли найти священника, чтобы рукоположенный, незапрещенный, и мог бы отдельно совершать служение. Мы понимали, там ничего нельзя сделать. Никак. Мы до конца бились, пытались своих людей как-то, чтобы рукоположили. А перед тем, как рукоположить, они его полностью испортят сначала. То есть, снасильничают его совесть. И он такой же делает, как все. И боится. Один шаг в сторону, они его сразу уничтожат. Поэтому, которые люди пришли позже, в этом не участвовали, вы за себя пометьте. За что вам благодарить Бога? Мы уже привыкли. Ну, как будто это все так обычное. А это все необычное. Как трудно нам давалось вот это основать, чтобы деревню получить статус. Все было против, до самой Москвы. И вдруг вы вошли в чужой труд. И люди этого не оценили. Побыли, начали пакости всякие творить, поднимать против основателей голос свой. И, конечно, никого нигде нет. А в духовном плане мы должны, что вошли в чужой труд, как апостолы писали. Он не просто рукой водил, он должен был вспоминать, сохранять эти слова, не исказить никаким заблуждением. И вот он написал, как мы должны быть благодарны. Как хорошо, что Иоанн это сохранил. Как хорошо, что до наших дней неповрежденное дошло. Как переводчики трудились. Переводчик-то он не для себя переводил, он и так понимал. Он знал этот перевод. Зачем вам переводить-то? А переводили, мы вошли в чужой труд. И на молитве мы пишем родственники, упокой душу. Я думаю, что в первую очередь мы всегда должны помнить о людях, которые потрудились в сохранении Слова Божия. А какое преимущество быть иудеем? В том, что им верено Слово Божие. Павел говорит. Он не говорит, что хорошие они, плохие. Главное, у тебя Слово Божие есть, и заодно это ты должен быть благодарен. Помни только это всегда. Слово Божие сохранили. И уже об этой нации ты всегда будешь молиться. Почему? А как только Слово Божие открываешь. И главное, на русский язык главный переводчик был опять же еврей. Нам есть за что Бога благодарить. Мы вошли в чужой труд. У нас нет этих познаний. Начинает упрекать иногда человека. Ну, у тебя вот знания такие. А я слышал один ответ. Да, знания. Когда вы смотрели в другую сторону, там за девчатами бегали, а я говорю, день и ночь учился. Я изучал языки. Я смотрел, изучал. И теперь могу вам это дать. Упрек-то должен быть в обратном направлении. Те люди, которые много знают, они много учились. Они не канонизированы. Нет, если я куда-то спрятался, молчу, он канонизирован. Я спрашиваю, а почему Хвольсона не канонизировали? Который главный Саваитова. Ну, Макария тут одного такая из переводчиков. Да его не за перевод, а за то, что он язычников тут это обращал, говорил. Вопросов-то много возникает. Мы вошли в их труд. Второе Коринфянам 12.14. Я ищу не вашего, а вас. Ибо не дети должны собирать для родителей, но родители для детей. Дети-то должны быть очень благодарны, как они входят во все, что оставляет родители. Что-то мне по наследству достался дом, по наследству досталось имущество, машина, все остальное. Как родители заботились об этом. Если мы добиваемся, чтобы дети были благодарны родителям, как мы должны быть благодарны. Нам привезли очень искаженную веру греки. Но они нам принесли все-таки веру во Святую Троицу. И мы должны быть грекам за это благодарны. Что они не мусульманство нам принесли. А сегодня вот мы стояли здесь обрезанные, и Аллаха бы призывали. И в Магомета вместо Христа верили. Все-таки неправильно верят люди, как старообрядцы, которые потеряли священство. Но это помогло иметь нам страх Божий, сохранить и искать Бога. И мы нашли. Я из их среды. Плохо, что парисеи вот так они за всякую мелочь цепляются. Но это очень хорошо оказалось, когда в человеке был страх Божий. Из него получился великий вселенский учитель. А я един из парисеев. Старообрядцы из кружки не пить. Это у нас в детстве все было. Это помогло себя сохранить. И это надо помнить. Мы вошли в чужой труд. Пророк Иеремия 5.13 говорит. Пророки, которые не проповедуют истину Слову Божию, станут ветром, потому что Слова Божия нет в них. Хорошо входить в тот труд, где Слово Божие оставило свой след. А где Слово Божие не оставило след, это все ветром разнесет. Почему сегодня говорят так низок авторитет влияния церкви? Оказалось, перед революцией практически нулю равен был. Тысячи лет трудились, сбились, а почему? А Слова Божия нет. Я ответ нахожу, и притом очень единственный верный ответ. С кем не разговариваешь сегодня, даже вот припоминаешь, новые люди приходят, что главный след что оставило? Слово Божие. И везде Слово Божие. И ветром это не разнесет. И мы сохранимся и после 17 мая, когда это полное торжество пройдет объединением. С нами они ничего не сделают, пока у нас Слово Божие будет в авторитете и Библия лежать на аналое. А главное в сердце. Галатам 1.16 Господь благоволил открыть во мне Сына Своего, чтобы я благовествовал Его язычникам. И не самый так даже советуется с плотью и кровью. Вот мы все вошли в труд, который заложил апостол Павел. Если бы он просто трудился и все исчезло, это один вопрос. Другое дело, когда осталось написанное на бумаге. Теперь мы имеем 14 посланий, что-то было утеряно. Наша община может исчезнуть. Все может быть. Но то, что вошло уже написанное об общине в книгах, это останется уже навсегда. Видите, люди входят в этот труд. Они входят где-то в интернете, покупают, говорят, я получаю известие, как это на людей действует. Они совершенно меняются люди. Нам Господь позволил в чей-то труд войти. Теперь люди входят в наш труд. Позаботьтесь, что самое сегодня наиважнейшее, как всегда было, это спасение душ. Ничего нет дороже спасения души. Что ты конкретно сегодня сделал? То, чтобы в твой труд мог войти человек, который придет после себя. Просто сядьте себе, задайте такую задачу найти. А что конкретно? Ну, я нашел в чем. В проповеди, в благовестии, издания и книгах. У тебя что-то другое. Ты не можешь участвовать в этом деле. Кто-то апостола Павла охранял, кто-то кормил, кто-то послание его переносил с места на место, кто-то не выдал врагам. Это все за ним идут, это сотрудники его. Понимай, в чем мы нуждаемся. Мы нуждаемся в средствах, распространениях. Нам нужны сегодня даже средства уже на второе место отходят, как распространители. Наш груз-то лежит пока, ждет своего времени. Но кто в него войдет? Мы должны этих людей подвести к этому. Епесианам 2.17. Дабы явить в грядущих веках произобильное богатство благодати своей. То есть все это делается для будущего. И Господь не на один день пришел, чтобы явить себя. А в грядущих веках, а нам написано, если следует за Господом, в грядущих годах, за нами кто придет. Люди, которые задумываются, говорят, а что будет после вас, вот вас с батюшкой не будет, потеряйте. Что? Я никогда таким вопросом не задавался. Я говорю, все это зависит от вас. Вы трудитесь, молитесь, Господь укажет. Я вполне допускаю, что может быть намного даже и лучше. Почему? Ну мы начаток всего лишь только. У нас не было никакого опыта. Нам некому было послать людей в командировку и посмотреть, а как вот делают. Никак, негде. Я спрашиваю, где-нибудь такое есть? Нет. Приезжают к нам люди из Греции в прошлый раз и спрашивают, а у вас последователи где такие вот, как есть? Да, все понравилось. А вас если не будет, не могу ответить на вопрос. Мы о себе дали знать, но если вы не интересуетесь, это зависит от вас. А может мы и не нужны будем? Господь просто показал, что шанс я вам даю каждому. Во времена перестройки, на изломе развала государства и начать это дело, когда была такая инфляция, вещь вообще немыслимая. Притом никто ниоткуда не получал, зарплаты нет и все устояли. Но все это делалось для будущего. Для будущего даже не для детей, которые там живут, а просто показать пример. В любой обстановке всегда можно трудиться и главное, православную веру сохранили, благочестивые обычаи и вошли еще в один большой труд. Люди его сегодня не могут не оценить. Чтобы с нами был епископ. Можем сказать, практически по сегодняшний день он еще с нами. А у нас это стояло на первом месте. Хотя священник, мы всегда искали священника, но мы понимали, что как-то священник уходит, так у нас сразу этот вопрос опять поднимается. А когда епископ есть, это матка в улье. Пчелы умирают, а там все время высып идет. Колоссиным. 1.23. Если только пребываете твердой и непоколебимой в вере, и не отпадете от надежды благовествования. Вот тогда в наш труд люди выйдут от надежды. Надежда теряется. Струдимся сколько, проповедуем. Приходят какие-то люди больные, смотришь. Опять пришла женщина, привела. Девочка совсем больная. А может быть надо смотреть по-другому. Что мы как раз с тех, к которым пришел Господь. Не здорово имеют нужду у врача, больные. Ведь вот как можно говорить. Конечно, если бы пришли к нам такие люди, как вот на книжонках, на брошюрах яговистов. Он в галстуете, сытый, смеется, здоровый. Да таких бы сейчас накатило к нам на полной аудитории 104 человека. Насколько парты там рассчитаны. Конечно, на душе радостно. Боля Божия. Мы ничего не скрыли. Мы не украшали никакими песнопениями, ни музыкой. И мы прямо по-апостольски действуем. Мы просто свидетельствуем, говорим о любви Божией, о пришествии Христа. 1 Коринфян 9.10. Кто пашет, должен пахать с надеждой. И кто молотит, должен молотить с надеждой получить ожидаемое. Чего мы здесь ожидаем? Быть верным Господу. А за верность Господь возрастет не сегодня, а когда придет время. И один из стихов. Если мы посеяли вас духовно, то великое ли дело, если пожнем от вас телесное? Даже полностью все отдай, а одно другим не компенсируется. Ты получил духовную. И ты всегда думаешь, я должник. Ведь сколько уходит на это времени? Вот ребята уходят на работу. Я знаю, они работают. Так и прежний год. Ты куда бы ни пошел. У тебя прибыль. У тебя все время какая-то прибыль на работу. Благовестник ниоткуда прибыли не имеет. Нет, мне никто за это не платит. Сегодня одно слово сказать заплати. А я всю жизнь в вагонах везде проповедовал. И мне ни рубля никто не дал. А я еще должен наизусть запомнить поэзию. Изучать стихи. Толкование насчитывать. Почему? А это труд, который Господь дал, чтобы делали с надеждой и не ослабевали. Я говорю тебе только для того, чтобы ты сделал вывод, что никогда, ни в какое время, ни при каком строе, нельзя опускать руки. Ты делаешь с надеждой. И что мы тогда делали? Смотрите, вот надежда какая-то. Мы думали, что непоздравленно будем. У меня все отнимают. Вот практически. А теперь мы входим в этот дом, который мне дали за труды. Это практически исполнилось. Да и вы входите в тот труд. Вы тоже не начитывали. Никакого участия имеете. А теперь только благодари. Господи, вот это Писание на нас исполнилось. Мы вошли в чужой труд. 2 Петра 1, 15. Будем уже стараться, чтобы вы и после моего отшествия всегда приводили это на память. Я вот когда считаю, и ты думал, меня не будет, батюшки не будет. Как вы все это будете вспоминать? Может где-то в других местах будете. Вспоминать будете особенно сильно, когда будете читать, смотреть на фотографии. Поэтому я стараюсь и после моего отшествия напоминать Петр, говорить. Потому что я не для себя только писал послание. Вот смысл какой в его словах. Деяние 20-29 стих. Ибо я знаю, что подшествия в моем войдут к вам лютые волки, нещадящие стадо. Я предполагаю такое, что будут разрушители деревни, разрушители общины. Они иногда возникают, но они понимают силы неравные и заглыхают или уезжают. После того, как нас не будут, может быть другое. Нам даже люди говорят, тут борьба за власть. Где уж какая тут власть-то и чего нет. Все это возможно. И однако мы сегодня должны трудиться. Мы предупредили, волки придут. Притом нещадящие стадо. Они разбросают все по сторонам. От вас это зависит. А устояли ли эти общины после Павла, мы не знаем. Не написано. От нас это зависит. И кто после нас будет мудрый или глупый, а он будет распоряжаться во всех моих трудах, которые я трудился и показал себя мудрым. Говорят, построй дом, дерево ради сына. И дом сгорит, и дерево подпилят, и сына убьют. Но сокровища на небесах собирайте. Сына приведи на небо, в доме, чтобы могли люди собираться молиться, а дерево плодоносило, и под тень его и ангелы укрывались. Ты прицел все время выше бери, чтобы вошли в этот труд люди, благодарящие Бога. 1 Каминсам 3.10 Я, по данной мне от Бога благодати, как мудрый строитель, положил основание, а другой строит на нем, но каждый смотри. В каждом строении нашем должно быть заложена память о будущем. А как это будет? Вот растут дети, дети часто бывают неукрашением жизни родителей. У меня на работе один работал, он говорит, я об одном только молюсь, чтобы кто-нибудь убил у меня сына. Вот как? Он каждый день издевается и душит. Один сын, слава Богу, все-таки разбился. На кране постреле пошел туда, за бутылкой, и оборвался, и разбился. А второй убивает. Вот ведь как это может быть? Для будущего это значит, и в детях своих оставят мстителя врагов, врагам, чтобы он знал Слово Божие, мог защитить от ереси православную веру. Вот. Те, которые от тебя родятся, чтобы в ней было посеяно кротость, смирение, покорность церкви Христовой. И как будто не умирал. Сирахов 4.31. Кто воздает за благодеяние, тот помышляет о будущем. И во время падения найдет опору. Значит, кто воздает за благодеяние, вызывает чувство благодарности. Любую книгу берешь. Во время богослужения некогда думать, кто эти буковки придумал, как это печатать. Мы просто окружены криками людей, которые наталкивают на то, чтобы мы благодарили. Ты записываешь, кто это изобрел. Даже по телефону говоришь, хорошо, нравится. А кто-то сидел, может быть, не доедал, не допивал, как первую программу составляли где-то в гараже. Люди в великой бедности. А сегодня видели, он богатый. Мы должны все делать для будущего. Как у Некрасова написано было, жаль, что время прекрасное, жить не придется, говорит, ни мне, ни тебе. И хотелось бы увидеть, какой результат будет после объединения. И моя молитва все время такая. Те, кто ратают за объединение, чтобы они были здравы. Жизнь их продлилась, и они своими глазами наконец увидели там, где нет благовестия Христового, где не на Слове Божьем, а объединения не может быть. И пусть Господь услышит наши молитвы, чтобы мы увидели добро после объединения и открыл нам великое поприще для благовестия. Аминь. Приедем.